16 человек с абсолютно разными судьбами, но всех их объединяет одно. Они проходят курс психологической реабилитации в уникальном для Одесси центре. Аналогов этому украинско-немецкому проекту нет. Сюда может обратиться каждый, кому это необходимо. Какая помощь нужна самой организации, расскажет Анна Полякова в следующем сюжете. Никита показывает нам свои картины. За два года, которые он посещает центры реабилитации, научился многому. Рисовать, играть в теннис и баскетбол. Мама Никиты говорит, парень стал гораздо более социально адаптирован с момента начала посещения центра. Занятие помогает ему раскрыть свой потенциал и избавиться от замкнутости. Никакой альтернативы нет. Обычно такие люди находятся дома и в кругу семьи, им некуда деться. И когда нам сказали, что вот есть такой центр в Одессе, который вот только-только открылся, мы сюда пришли, нас приняли, нам понравилось и мы вот остались и до сих пор посещаем. Сегодня на постоянной основе центр посещают 16 человек. Специалисты стараются максимально разнообразить досуг своих подопечных. Спортзал, ряд мастерских. Тут учат азам кулинарного искусства и тонкостям ведения хозяйства. Я очень довольна тем, что я тут, тем, что я познакомилась с ребятами, с Наташей, со всем нашим персоналом. Все очень хорошие, приятные люди. Я учусь что-то делать своими руками. Сотрудники не скрывают, есть время адаптации, когда ребята принимают для себя решение, выходить ли из своего закрытого мира или посещать центр, меняться и развиваться. Через «не хочу» ребята приходят, потому что не знают, что здесь и как здесь. Родители сказали, врач назначил, ну как бы вот таким вот добровольно-принудительным. Ну ладно, я сделаю одолжение маме, я приду сюда. Приходит день, два, а на третий он уже уходить не хочет. Говорят, без поддержки приходится сложно. Сегодня в реабилитационный центр впервые привезли благотворительную помощь. По возможности приобрели нужные констовары, нужное им средство бытовой химии и также, конечно же, сладости для того, чтобы они почувствовали то, что они нужны. В реабилитационном центре просят одесситов помочь улучшить условия для тех, кто проходит психологическое восстановление. Это могут быть простые вещи – канцелярские принадлежности, бытовые предметы для кухни и хостовары. Анна Полякова, Алексей Селезнев, 7 канал.